Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Холодно и еще холоднее. В школе и детском саду Урмарского района выявили нарушение температуры воздуха. Дарите книги с любовью. Акция с таким названием стартовала в библиотеках столицы Чувашии. Эта музыка будет вечной. В Чебоксарской академии искусств прошел мастер-класс именитого музыканта. В республике начали подводить итоги социально-экономического развития муниципалитета. В первом работе в прошлом году отчитался и Бресинский район. Сегодня там побывал глава Чувашии. Ограничительные меры в связи с пандемией повлияли на экономику муниципалитета. И если объем отгруженных товаров и оборот промпредприятий остался практически на уровне 2019 года, то в общепите серьезный спад. В районе сейчас делают ставку на развитие малого и среднего предпринимательства и очень рассчитывают на государственную поддержку. Число объектов субъектов малого предпринимательства на территории района, они у нас ставят 543 единицы, средних малых предприятий 113 и индивидуальных предпринимателей 430. Средняя списочная численность работающих в организациях на предприятиях и Бресинских районах составила 4134 человека. Средняя месячная зарплата составила 25 тысяч с половиной рублей или это почти 114 процентов уровня 2019 года. Количество субъектов малого предпринимательства за 2020 год у нас по малым предпринимателям увеличилось на 20 человек. 20 предпринимателей и самозанятых увеличилось с 52 до 196. В район сельскохозяйственный здесь есть свой сенокомплекс, производство сухих смесей, молочное производство. Активно развиваются более 60 крестьянско-фермерских хозяйств. В прошлом году в развитие сельского хозяйства было вложено порядка 500 миллионов рублей. В нынешних условиях я считаю, что это недостаточно, тем более исходя из тех условий, в которых мы сегодня находимся, принятых решением правительством Чувашской республики о субсидировании и приобретении техники 40 процентов, и субсидировании строительства комбикормовых цехов, и с этого года на приобретение оборудования по молокопереработке. Конечно, здесь мы бы хотели видеть более, как сказать, активное участие бизнеса и Брестского района в этих программах. В этом году здесь планируют ввести в оборот 142 гектара посевных площадей. Таким образом, в муниципалитете не останется необрабатываемых земель. Это принесет в бюджет солидную сумму. В прошлом году она была равна 2 миллионам. Активно работает в Брестинском районе и программа инициативного бюджетирования. Плант на 2021 год. У нас на сегодняшний день бюджетные средства выделены в бюджете 25,8 миллионов рублей. Практически имеем на сегодняшний день проекты на 62 миллиона рублей. И мы можем выйти за дополнительное финансирование на уточнение республиканского бюджета. По территории района пройдет участок федеральной трассы М-12. Жители волнуют сохранность земель. Глава Чуваши отметил, что правительство контролирует вопрос восстановления дорог, лесов и прилегающей к магистрали территории. Район должен сохранить свою привлекательность. На территории Брестинского района есть уникальные туристические объекты. И помимо сельского хозяйства, строительства, а строительство это везде, то туризм может стать как раз привлекательным управлением. И строительство объектов размещения, как это записано в законодательстве, именно имеющих специфику для Ибрестинского района, которые бы передавали некий колорит и особенности этой местности, могли бы стать тоже определенной притягательной составляющей. Все проекты должны быть под контролем муниципальных властей. Так можно своевременно решать возникающие проблемы и добиваться быстрой реализации задуманного. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Развитие кадрового потенциала региона, повышение эффективности экономики, комфорта и безопасность жителей – одни из ключевых тем послания Олега Николаева Государственному Совету Чувашской Республики. Ключевые вещи, которые, наверное, можно выделить из того, что сказал Олег Николаев, я зафиксировал три. Первое – это развитие кадрового потенциала региона. Второе – это повышение эффективности экономики. Причем по всем фронтам и отраслям. И третье – это как раз-таки объединяющее, наверное, это комфорт и безопасность жителей региона и республики. Все эти три слоя пронизывают цифровизацию. Причем как в рамках национальных программ и цифровой экономики, так и развитие информационной инфраструктуры. Мы в период пандемии очень хорошо, ярко поняли, осознали, что такое цифровизация, в том числе сферы образования. И плюс, наверное, всей этой ситуации в том, что он громадный скачок дал именно с точки зрения развития направления цифровых услуг, сервисов и так далее. Ну и, наверное, там третье – то, что я обозначил – это безопасность и комфорт. Здесь у нас компетенции, наверное, одни из лучших в стране. В Чувашии, как и по всей стране, продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Привиться могут все, кому больше 18 лет. Но особое внимание людям из группы риска, страдающим хроническими заболеваниями. Себя чувствую нормально. Хоть сейчас можно пойти и на лыжах, и в хоккей поиграть. Как обычно в любой день. Потому что этот укол, он не чувствуется. Это ощущение пациента, которому полчаса назад сделали прививку гам-ковид-вак. На лыжи вставать пока рано, говорят врачи. Нужно понаблюдать за состоянием здоровья в первые три дня после вакцинации. У Валерия Петрова хроническое заболевание. Вакцинироваться или нет, он не сомневался. Записал и жену Елену. Хотим защитить себя и других. Будем надеяться, что выработаются антитела и будет все нормально. Бояться не нужно. Наоборот, за последнее время, к сожалению, мои друзья за 2020 год и вот сейчас за январь-февраль три человека ушли в мирной. Им исполнилось всем уже по 70 лет. Поэтому какое-то предрасположение, наверное, к ковиду наша возрастная группа 70 и старше уже больше должна предохраняться с точки зрения того и делать обязательно вот эти уколы, профилактику, ну и здоровый образ жизни. Возраст плюс хроническое заболевание очень часто приводит к тяжелой форме течения коронавируса при заражении. Поэтому таким пациентам лучше поспешить записаться на вакцинацию. В республике сейчас работают 37 прививочных пунктов. Перед процедурой обязательный осмотр врача и консультация. У нас есть пациенты старше 80 лет, которые по состоянию здоровья врачами были допущены к вакцинации и прекрасно принесли эту процедуру. Причем закончили вакцинацию и имеют также защитные, хорошие титры и моноглобулины, которые сформировались и надежно защитят теперь наших пожилых пациентов от коронавирусной инфекции. Из противопоказаний к прививке проявление признаков ОРВИ повышенный сахар. Противопоказанием, конечно, является индивидуальная непереносимость вакцины или же тяжелые поствакцинальные осложнения. А остальной группе пациентов совет экспертов рекомендует провести вакцинацию. Вакцинация проводится в два этапа на добровольной основе и бесплатно. Записаться можно у терапевта по номеру 122, также на портале госуслуг. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Дмитрий Солманов, Республика. 21 января в Большаянниковской школе Урмарского района и детском саду. При ней были выявлены нарушения температуры воздуха в помещениях для занятий и сна. Что произошло и какая сейчас погода в доме, узнала наша съемочная группа. Неделя с 18 по 24 января выдалась необычайно холодной. Температура воздуха в районе опускалась до минус 30. На занятиях школьники сидели в куртках и пуховиках. В тот день в классе было немного прохладно, потому что на улице тоже морозно. И мы пошли за куртками, некоторые ребята, чтобы чуть-чуть согреться. Мы пришли и, получается, зашла проверка. Они посмотрели на термометр и спросили, типа, там холодно? Мы сказали, что да, такое бывает, прохладно. В итоге они сказали, типа, это ненормально, но все же мы сказали, что это было один раз. И в основном у нас всегда тепло. В садике была похожая ситуация. Чтобы ребята не замерзли во время тихого часа, на детей надевали теплые пижамы и укутывали в одеяло. Температура воздуха вместо положенных 18-20 градусов была на отметке 15. В отношении руководителя школы, возможно, дело об администрации предусмотрено статьей 6.4 КОА про Российской Федерации за нарушение санитарных требований к эксплуатации общественных помещений и зданий, которые направлены в Роспотребнадзор. В школе обучаются около 150 человек. В детский сад ходят более 20 ребят. Проблемы постарались решить в считанные дни. Может быть, в какой-то степени и система не так сработала. Поэтому мы все меры предприняли, терморегуляторы заменили, где возможно было, где возможно было отрегулировали. И поэтому у нас сейчас благоприятная, комфортная обстановка. Важно отметить, что за дни неполадок никто из детей не заболел. На данный момент все нарушения как в школе, так и в детском саду устранены. Термометр находится на отметке в 20 градусов и детям комфортно при такой температуре. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Материально-техническая база редакции, электронные версии газет, цифровизация печатного процесса. Эти и другие вопросы прозвучали в ходе встречи министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республики Кристины Маниной с сотрудниками Хабара и Советской Чувашии. Слушайте, а не было такой идеи их вообще оцифровать? Они оцифровываются. Оцифровываются потихонечку, да? В этих подшивках вся жизнь Республики. Ее жители – главное событие. И это уже история. Настоящие же современных редакций – это электронная версия написанного и напечатанного, круглосуточное присутствие в социальных сетях. Читатель открывает телефон, и вот они – новости вместе с фотографиями и даже видеоматериалами. Республиканские печатные издания уже давно работают в таком формате, сохраняя свою разновозрастную аудиторию. И это верно выбранный вектор развития, считает министр. На страницах газет в равной степени должны присутствовать материалы с муниципалитетов. Журналисты должны не забывать про самые удаленные уголки Республики. Решить эту задачу, по мнению газетчиков, поможет обновление машин и закупка нового оборудования для редакции. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В последнее время в социальных сетях активно обсуждался вопрос некорректной работы Единой службы 112. Звонки на этот номер принимались в соседнем регионе Республики Мариэл. Вот как прокомментировала ситуацию министр. Это связано с особенностями принятия сигнала сотовыми телефонами, которые есть у пользователей. То есть, если базовая станция сотовой связи установлена в соседнем субъекте, и абонент находится к ней ближе, то, соответственно, телефонный звонок обслуживается базовой станцией в соседнем субъекте. В этом случае конкретный житель попадает в центр ВЗОВ в систему 112. В данном случае это был Мариэл. Для того, чтобы эту ситуацию нивелировать, между субъектами заключается соглашение об информационном взаимодействии. Такое соглашение есть, в частности, с Мариэл. И звонок, который поступил в ЦОВ 112 Мариэл, был переадресован практически сразу же в ЦОВ систему 112 Чувашской Республики. Обработка всего этого инцидента заняла менее трех минут, что, в принципе, в регламенте и соответствует всем срокам. Конечно, то есть все, кто набрали 112, всегда будут услышаны. Для этого есть специальные операторы, специальные регламенты, которые, безусловно, соблюдаются. И этот номер единый федеральный российский, он заслуживает доверия. И ни в коем случае ни один звонок не потеряется. Неблагополучные семьи, в которых растут дети, под особым контролем государства. Исполнение родительских обязанностей, условия проживания, учеба, надзорные органы проверяют все. В один из таких рейдов по домам вместе с прокуратурой Козловского района и сотрудниками органов по делам несовершеннолетних отправилась и наша съемочная группа. В этой семье, по заверению хозяйки дома, дети сыты, одеты, обуты и всегда в тепле. Суп холодильники, вот здесь колбаса, соль, си, что ли? Но не все так хорошо, как хотелось бы. У этой семьи случилась трагедия. Ушел из жизни старший сын. Он стал жертвой пагубной привычки. С тех пор прошло несколько лет. Сейчас мама понемногу приходит с себя. Обеих дочерей дома не оказалось. Они на учебе. Учится хорошо, 4-5. Слава богу, тройки не видела. Пока дома сижу, с понедельника начну работать. Сожители вы? Нет. Привлекли к уголовной ответственности? А, да, его, да. Сезон находится, суд будет. Пока три года дали. У тебя все наладится в жизни. Да. К ответственности сожителя привлекли за нанесение побоев. Свидетелями безобразных домашних сцен были дети. О воспитании здесь и речи нет. Постоянным объектом наблюдения специалистов органов по делам несовершеннолетних стала и эта семья. Как дела у вас? Как живете? Здравствуйте. Леша ходит в четвертый класс. Говорит, любит читать, но назвать любимую книгу так и не смог. Какой последний раз книгу прочитал? Ну, там, ну, про кладку, ну, там, про войну там. Какую? Книжка там такая есть. Расскажите, пожалуйста, чем у нас дети увлекаются, чем занимаетесь? Ну, после школы, дома, вот, на телефоне сидим, целыми днями. На профилактическом учете в районе 36 неблагополучных семей, в которых воспитывается 64 несовершеннолетних ребенка. Зачастую именно в них дети, предоставленные сами себе, замечены в хулиганстве, кражах, пристрастии к вредным привычкам. Только в 2020 году нами принесено свыше 20 представлений, связанных с нарушением прав детей на охрану, защиту и образование. Ежемесячно выезжаем в каждое сельское поселение совместно с отделом полиции, с администрацией. Привлекаем к этой работе депутатов, предупреждаем об ответственности, то есть профилактируем совершение ими правонарушений, которые могут повлечь нарушение прав ребенка. Поддержку таким семьям оказывают и в Центре социального обслуживания населения. В этом году здесь заработала группа дневного пребывания для младших школьников. Сюда к нам обращаются за помощью для социально-психологических услуг, для социально-бытовых услуг. Мы помогаем детям выбрать правильно свой путь, то есть с ними работает психолог, с ними работает учитель, мотивирует, побуждает к действию. В основном в нашем центре находятся те дети, которые, наверное, воспитательную функцию родители не выполняют, и, наверное, мы ее на себя перенимаем. Дети у нас питаются, то есть получают горячее питание, которое, может быть, не всегда имеется и дома. После школы ребята делают уроки, отмечают праздники и просто общаются со сверстниками. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. 27-летний житель Бресенского района признан виновным в истязании шестилетней девочки и угрозе убийства. Судом установлено, что в сентябре 2020 года он неоднократно наносил побои дочке своей сожительницы. Ребенок пытался заступиться за свою мать в ходе конфликтов. 6 сентября прошлого года, находясь в квартире, он также нанес девочке многочисленные удары по голове и телу, используя для этого в том числе зарядный кабель от мобильного телефона. Указанные действия причинили ей вред здоровью средней тяжести. После указанных действий он подвел девочку на край балкона квартиры, которая находилась на третьем этаже дома, приподнял ее и наклонил голову через перила и высказал в ее адрес слова угрозы тем, что сбросит ее вниз. Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры, виновному было назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Отмечаем, что данный приговор законную силу пока не вступил. В Аликовском районе завершается строительство 25-метрового плавательного бассейна. 110 миллионов рублей были выделены в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». О бассейне жители мечтали давно, особенно дети. В районе немалого прудов, есть где покупаться, а вот налогов плавания нет. Поэтому начинать придется с малого. В здании бассейна у нас располагается тренажерный зал или так называемый зал сухого плавания. Он укомплектован тренажерами, которые помогут школьникам, ну и всем лицам всех возрастов освоить плавание сначала теоретически, скажем, а потом уже перейти в бассейн и уже показать свои навыки непосредственно в воде. В бассейне одновременно могут плавать более 30 человек, в том числе и те, у кого ограниченные возможности здоровья. Для них при входе и в самом здании установлены специальные лифты. Бассейн должен был заработать в январе этого года. Но в ходе строительства обнаружились недоработки в проектно-сметной документации. Не смогли подключить газ. Дополнительно где-то 2,5 миллиона мы направили на приобретение мебели и необходимого оборудования для этого бассейна. Сегодня ведутся работы по подводке газа в котельне, которая у нас подает тепло в бассейн. И как только все мероприятия будут завершены, естественно, мы выдадим разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Жители надеются, что смогут начать плавать уже в марте этого года. Инесса Потапова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. Проблема поиска работы чрезвычайно обострилась в период пандемии. Сегодня помощь службы занятости Чувашской Республики нужна и молодым дипломированным специалистам. Мы снова в центре занятости. Первые шаги в профессиональную жизнь для молодых специалистов самые трудные. Самостоятельные попытки найти хорошую работу чаще всего затягиваются. И здесь выпускникам без опыта работы очень, кстати, помощь центра занятости. Молодежь, желающая работать, получает нашу помощь в поиске работы во временном трудоустройстве, в открытии своего дела. Тех, чья специальность потеряла актуальность, мы направляем на профобучение, помогаем получить востребованную специальность. В этом году мы опробируем новый подход трудоустройства молодых специалистов, чтобы восполнить дефицит дипломированной молодежи в госорганах. Нами начат прием резюме на замещание вакансии в муниципальную и государственную службу, что дает возможность социального лифта для выпускников. Сотрудничество с центром занятости выгодно и работодателям, и выпускникам. Строичный трудовой договор позволяет выпускнику получать зарплату не ниже минимального размера оплаты труда и материальную поддержку от центра в размере 3000 рублей в месяц. Вот как отзывается о партнерстве работодатель. Нам очень важно, чтобы ряды сотрудников пополнялись молодыми кадрами. У нас большой практический опыт трудоустройства выпускников. Цена то, что первое время центр занятости материально поддерживает выпускника и дает возможность присмотреться к сотруднику, прежде чем принять на постоянное место, где теоретические знания закрепляются практически. Татьяна Николаева из тех, кому центр занятости помог в сложной жизненной ситуации. Временная работа стала для нее стартом в профессию. Я получила диплом в прошлом году и пыталась самостоятельно трудоустроиться, но из-за пандемии возникли сложности. Когда мне признали безработной и назначили пособия, стало легче, потому что подбором работы занялись специалисты центра занятости. Так и получила направление в Слободу. Здесь мне помогли раскрыться профессионально, и теперь я имею постоянную работу. Безработные граждане от 18 до 20 лет могут обратиться за помощью в центры занятости. Там подберут подходящие вакансии и подготовят к собеседованию. Инесса Потапова, Дмитрий Салманов, Николай Скворцов, Республика. В библиотеках города Чебоксара началась акция «Дарите книги с любовью». Кто и кому дарит книги, в вопросе разбиралась Мария Шоклева. 14 февраля во всем мире отмечают День книгодарения. В честь этого праздника объединение библиотек города Чебоксары призывает горожан подарить книги любому филиалу. Цель акции – это пополнение, обновление фонда в библиотеке для привлечения читателей к современной литературе, к новым изданиям. И книги мы принимаем со всех граждан, от учреждений, организаций, коллективов. В библиотеках будут рады не только новым книгам, но и уже прочитанным. Книгу с рассказами Носова несколько лет назад Денису подарили на день рождения, но он из нее вырос. Лучше я ее принесу сюда, ее будут читать многие дети. Чем она будет просто так у меня лежать на полке. Акция «Дарите книги с любовью» – еще и отличный воспитательный метод. Я подарила много азбук, сказок для детей и два журнала. Тебе не жалко? Нет, потому что я хочу, чтобы мои книжки почитали и другие, и насладились ими. Я принесла самые добрые сказки, чтобы все маленькие дети читали их, или мамы им читали, чтобы они потом потихоньку засыпали, и чтобы у них в голове была умность и только доброта. Акция проходит уже пятый год. За это время библиотеки города пополнились редкими экземплярами, которых раньше не было в фондах. Так в библиотеку Пушкина чебоксарцы часто приносят уникальные издания о жизни поэта. А какой книге хотите подарить новую жизнь вы? Мария Шоклева, Александр Отяков, Республика. Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» уже знают в Приволжском федеральном округе. Победитель первого сезона не останавливается на достигнутом и двигается дальше. Актеры-любители подготовили очередную премьеру. Спектакль «Страна слепых» уже стал победителем регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». Ребята работают с упоением. Идея, ее воплощение, образы, костюмы, даже свет и звук – все на их плечах. К тому же учебу никто не отменял. Бывает, что ты открываешь интересное, и это тебе дает какую-то энергию, и ты начинаешь, бывает, до ночи работаешь, работаешь, работаешь. Доходят до такого, что к нам приходят с вахты и выгоняют нас. И, как говорят, все, ребята, уже ночь. Чтобы сыграть роль, нужно много читать литературы, знать основы театральной драматургии, искать свой собственный образ. Наши артисты, актеры проходят от маленьких эпизодических ролей до главных ролей. Это очень тяжелый путь – научиться играть, научиться доносить эмоции до зрителя. У нас есть и готовые постановки по готовым сценариям каких-то известных писателей. Есть и то, что у нас студенты придумывают сами. Прежде всего, материал должен быть актуальным. Это может быть и классика. Ребята единодушно выбрали «Страну слепых» Герберта Уэллса. Режиссер творчески подошел к воплощению на сцене известного произведения. Попасть в состав театральной труппы непросто, но Ирину пригласили еще на первом курсе. Ей очень нравится играть. Театр – это уже такая некая семья. Ты сюда действительно приходишь и открываешь себя внутренне все больше и больше. Ты начинаешь понимать свои эмоции глубже, чем были на самом деле. Это помогает не только на тренингах у нас в театре, но и в жизни в целом. Даже если ребята не свяжут с этим жизнь дальнейшую, то в любом случае это как некий рост личностный. Это он очень огромен, я так считаю. Сейчас идет экспертное голосование в интернете. Творческую команду, набравшую наибольшее количество баллов, объявят в марте, в день театра. Она и станет победителем популярного окружного проекта. Екатерина Шиверова, Дмитрий Солманов, Республика. В Чебоксарской Академии Искусств прошел мастер-класс по игре на гобои. Его провел лауреат международных конкурсов Алексей Балашов. Слушала Юлия Важенина. А даже у Александра Марчелла, можно сказать, визитная карточка Алексея Балашова. В музыкальном мире исполнители называют «виртуоз гобоя». Этот инструмент появился за 3000 лет до нашей эры. Алексей Балашов вот уже 25 лет не выпускает его из рук. В его репертуаре около 300 сочинений, написанных для гобоя, от музыки барокко до современных авторов. Для меня, наверное, гобоя – это второй я. То есть здесь мы абсолютно неразлучны. Это мой, наверное, самый главный инструмент в жизни. Когда он красиво звучит, его даже сравнивают именно с вокалом, с певцами. То есть вот этот инструмент наиболее близок к человеческому тембру. Он мне дает возможность дарить людям высокое искусство. Алексей уже давал концерт в столице Чувашии. А вот для юных музыкантов мастер-класс проводят впервые. Алексей рассказал о происхождении, звучании и манере постановки гобоя. Мне важно, чтобы детки улучшали свое качество игры после моих занятий. И довольно часто я просто даю мастер-классы и смотрю за развестием детей, с кем я занимался год, два, три назад, вот как они развиваются. Боисты могут сыграть громко, резко, да, а постараться найти более мягкий звук. Мы как можем добиться мягкого звучания за счет постановки? Попробуй сейчас во время игры больше напрягать свой прессик. Я занимаюсь на гобоя где-то полгода. К нам в садик пришла девочка и начала играть на гобоя. Я тогда училась подготовительной в музыкальной школе и тоже захотела играть на гобоя. Гобоя мне нравится, потому что он очень красиво звучит. Даша учится играть на гобоя только полгода. А вот Михаил начал осваивать инструмент с восьми лет. И сейчас может исполнять произведение, которое есть в репертуаре всех именитых гобоистов. Квартет Фа-мажор Моцарта. Очень многое почерпнул в работе над произведением. Вообще опыт работы с профессионалом, но и конкретные советы по произведению тоже буду применять. Алексей Балашов обещал в следующий приезд снова посетить юных музыкантов и проверить, хорошо ли они усвоили его рекомендации. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Это были главные новости вторника 9 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова